я узнал что у меня есть огромная семья и тропинка и лесок в поле каждый колосок речка небо голубое это все мое родной это родина моя всех люблю на свете я здравствуйте дорогие друзья с вами снова я камелод g это у меня первый обзор после обновления 1.0 может быть следовало выпустить отдельный обзор по этому обновлению но как-то я не решился ну если в двух словах сказать что произошло в общем то это не самое худшее обновление которое в последнее время мы пережили но все равно в армии гейминг как всегда в своем репертуаре звук вылетает из игры допустим вы установили уровень громкости потом заходите второй раз звук на нуле я сначала не понял думал что звука нету какой-то лак или и из-за модов потом вы выставили например 1920 на 1080 размер экрана как сейчас заходите она заходит всегда в оконный режим то есть игнорирует то что вы там себе нарегулировали то есть без лагов как как говорится как свадьба без баяна у варгейминга также самое в общем-то без лагов потом заходит в игру очень долго бывает у меня в общем то достаточно мощный компьютер ответе на улучшенной графике на ультра настройках вы можете видеть до 50 fps но сравнительно мощный компьютер тем не менее часто заходишь в бой уже больше минуты как бы прошло вылеты ну в общем варгейминг как варгейминг ничего особенного в тактическом плане я бы сказал как я уже сказал повторюсь не самый худшее обновление поскольку наконец-то по-моему заканчивается эра тактической деградации и примитивизации игры что я имею в виду то есть я уже говорил в свое время варгейминг поддавшись так сказать завыванием джова что там я еду на тяжелом танке борщ меня как уе это самое на тяжелом танке 10 уровня тут больше меня как уе это самое я его даже не вижу видите ли то есть то что нужно играть от маскировки от обзора это в общем то большой тактический компонент в игре варгейминг последнее время пытался его нивелировать и убрать ну то есть попросту говоря примитивизировать игру то есть они посчитали что вот джов как бы рупор он как бы знает лучше всех и как бы популярность игры падает потому что людям как бы сложно мне играть вот как бы сложно играть и все последние патчи сейчас немножко объясню смотрите я хотел поставить подкалибер ну по ошибке пальчик полез не туда поставил осколочно-фугасный клепаю клепаю видите разрывы только сбиваю гусеницу вот сейчас идут бэшка не пробивает подкалибер сразу тут моя ошибка мой косяк и вот маргейминг ошибочно посчитал что падение популярности игры как раз и связано связано с вот этими сложностями то есть если пойти по пути переменитизации игры то людям будет проще и интересней играть и это конвертируется каким-то образом в их не доход ну то есть чисто теоретически можно карту превратить в систему ходов и коридоров закрытых и вы всегда будете съезжаться на расстоянии в котором вы будете видеть противника и он вас будет вне зависимости от оборудования прокачки экипажа там маскировки еще то есть они все время добавляли каких-то канав ярков камней чтобы вот это расстояние на котором съезжаются противники уменьшить и таким образом нивелировать маскировку обзор но если идти по такому пути скажите пожалуйста дорогие друзья зачем тогда лтшки зачем тогда маскировка обзор ну то есть тактическая деградация сейчас похоже это тенденция прекратилась мы видим что карты они немного выровняли то есть там еще пока рано судите слишком мало сыграл боев не могу сказать не могу сказать достоверно что прострелы стали больше но хотя бы в этом в этом обновлении 1.0 они не добавили новых рытвен котлованов диров и всевозможных таких вещей смотрите что тут у нас происходит в бою мы пока месть ведем но это дело как говорится временное с союзниками смотрите союзный и к в 103 что тут у него за статистика но в общем вот видите сугубо красный 190 рейтинг эффективности он действует по пособию как не нужно действовать то есть я очень часто своих обзорах говорю что прорывает когда прорывается какой-то фланг нужно ехать не к противнику а вот противнику то есть он выехал под а ты 15 а к в 1 еще там видите и к в 103 1 против них стал ну к слову сказать а ты а ты 15 он даже не пробивает а ты 15 а у него и насколько мне не изменяет память в наличии имеются два типа кумулятивных снарядов с пробоем 120 и 140 миллиметров но как говорится хрен редьки не слаще в общем-то боюсь стрелять видите чтоб не подсветиться одинаково он не пробивает ни тем ни другим вот что тут у нас тут у нас тоже боюсь стрелять видите 250 метров перезаряжаю на подкалиберный и очень удачно отработал наши скажите наш м м 4 до м 44 так называется его м 44 и благодаря этому удалось как бы не дострелить то есть тоже такая хитрость бою если вы понимаете что после выстрела вы засветитесь нужно делать ноги то либо не стреляйте либо не стреляйте ух ты какой умничка вот единственное исключение можно сделать в том случае если этим выстрелом вы добьете противника то есть это имеет смысл обнаружить демаскировать свою позицию поскольку вы уменьшите команду противников на 1 ствол в этом случае оправдано вот так и я я не решался стрелять пока не на т15 не оказался гп на один на один выстрел теперь смотрите тут вот я тоже человек я я чисто просто напросто колебаюсь с одной стороны я поднимал подым понимаю что мне уже в задницу дышит т17 да вот и с другой стороны мне не хочется оставаться за спиной оставлять за спиной недобитка тем более у там у него альфа то ли 340 то ли что-то такое большое пушка косая ужасно конечно пробой маленький у нее но если попадет то попадет вот теперь смотрите дорогие друзья я пытаюсь не видите вот проезжаю в проемы не ломать заборчики тоже видите стремляю свой танк проем поскольку т17 да у него тут сколько 16к боев зеленый наверняка этот винк у него сто процентов стоит поломанные объекты ну вот тут с пилотированием ошибся все-таки поломал и вы дальше посмотрите он когда будет подъезжать он будет примерно иметь представление к где я нахожусь есть такой прием поломать что-то в одном месте а потом поехать в другое ну я делал ноги там на 5 передаче поскольку я понимаю что т17 доедет за 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 мной тем более видите у него стоит xvm активированный он видит что я в общем-то довольно опасный противник знаете как выше вы варюете тогда мы едем а до вас это на украине такая была реклама то есть и вы еще вывариваете тогда мы едем к вам там порошок тайт или что-то в общем то такое теперь смотрите было бы здорово на что-то не пишут гудки ступка ну что он объедет вокруг базы этот самый ты 71 вот было бы здорово как-то его объехать и там что-то там придумать вот и смещаюсь назад и понимаю что сзади если ко мне подъедет арта то я ее даже не увижу чтобы просвечивать и и заднюю как сказать не заднюю часть ну в общем-то тыл свой просветить на случай подъезда арты или того же ты 71 если он обойдет меня с тыла чтобы контролировать карту перед собой и за собой в общем пишет и к в 103 этот умничка которая выперлась на этот самый на толпу противников если время закончится мы проиграем а тут они умные понимаете вот как и чего и боялся двести три четыре метра стреляют не имею ни малейшего представления в засвете я или нет поскольку лампочка тут еще не выкачана а вот и наш друг нужен ты 71 до нужен один единственный точный выстрел попадаю но к сожалению снаряд попадает в в орудие вот так я не договорил то есть было бы хорошо как-то их объехать обдурить но ты 71 да у него обзор дофига и больше давайте сейчас берем автоприцел убиваем а хотя боев у него на танке немного но тем не менее этом оборудование стоит и при всяких всевозможных перемещениях о 10 хп там дальше в обзоре я не помню сколько осталось это 10 хп всего осталось при как бы чрезмерной езде по карте большой риск что у вас где-то подсветит то есть приходится занимать вот такую позицию так еще я забыл вам сказать был момент когда я остался с союзной артой лоркой против пяти вражеских противников жалко я в общем то сможете отмотать реплы и смысле обзор назад сможете отмотать обзор назад этот момент хорошо видно я остаюсь против пяти танков противников дальше в результатах боя мы увидим дорогие друзья что лорка не нанесла не ни одной единицы дамага то есть ее 0 дамага собой то есть по сути дела я остался против пяти танков противника и в общем-то их уничтожил это были и кого-то 3 2 артиллерии к в 1 и тысячи вот 350 метров это арта на сто процентов не волнуюсь ведь и друзья очень волнуюсь и в общем-то видите парень громотей это вы видите вот что значит нервы фух и мы добиваем вражеский ну давайте смотреть результаты боя друзья и так у нас по скучи за уничтожение двух арт орлик в общем-то это не медаль там что-то два танка на уровень выше убить воин и основной калибр смотрите какие у нас получились рейтинги эффективности в общем-то все фиолетовые все хорошие самый большой вен 8 поскольку как выяснилось 1800 дамага для шестого уровня светляка достаточно чтобы иметь высокий вен 8 давайте посмотрим как мы сыграли относительно игроков вражеской союзной команды очевидно что сыграли лучше всех но не намного вот практически вровень с нами сыграл вражеский т71 да давайте посмотрим его статистику смотрите 16 тысяч боев очевидно это не первый аккаунт 55 процентов побед и вот какая у него техника видите десятки все что хотите это самое то есть нам оппонировал на равных противник это я говорю к тому что меня нередко хейтеры объявляют обвиняют в том что я могу только я способен только лупасить красных противников новичков там бою тут в общем-то честный бой и именно нам понадобились все хитрости все наше умение все наше искусство чтобы одержать и победу ну и в общем то конечно же везение поскольку арта по нам попала и не скажу сейчас на память сколько оставалось хп ну довольно в общем то несколько хп я тоже часто говорю в своих обзорах что исход боя нередко решается несколькими хп вот даже при разъезде с базы вы с кем-то столкнулись у вас отхватило там 15 16 20 хп если вы скажем на легком танки налетели на тяжелый танк и это может послужить как бы решающим фактором в том что вы выиграете бой или проиграете экономика у нас в плюс хотя мы расстреляли всю голду ну в общем-то на тонны премиальный танк даже смотрите двадцать две тысячи с половиной доп поёчек стоит 20 тысяч но мы его покупаем запомнили я часто говорю своих обзорах в периоды акций по 10 тысяч все равно мы в общем-то уверенно зашли в плюс и в общем-то недорого купили в общем-то хороший бой хорошие медали смотрите почему я выбрал довольно заурядный бой понимаете в чем дело бывают такие бои что там настреливаешь там редлика даже пула там колобанова получаешь даже не заметив как даже не успев испугаться стоишь но точке просто лупасишь 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 время занят делом а вот этот бой был как раз валидольный напряженный в конце когда я вышел в ангар меня так пробивала в общем-то нервная дрожь вот и в этом смысле как бы вот смотрите у меня тип 64 всего-навсего 55 процентов побед лтшки не дают такого хорошего процента побед хотя уже намного лучше когда их стало балансе также как ст то есть они в порядок привели баланс но все-таки это далеко не пт вот то есть получить такой процент побед на лт не получится высокий как как на пт все-таки сказывается пушка но вен 8 можно вполне даже себе получить с высокий вен 8 вполне можно даже себя получил в оправдании себя могу сказать что вы экипаж можно сказать не качаный для типа 64 для прем танка там же у людей сами понимаете если есть в гараже еще китайские лтшки там может четырех пяти шести перковый экипаж вот чтобы как-то это компенсировать я беру доппоек что и вам советую даже на качаные экипажи поскольку доходность премиумного танка позволяет вполне этого его использовать вот и еще раз вернемся к своим баранам почему мне нравится вернее как хотя легкий танк не даст вам такой высокой статы но справедливости ради нужно сказать что геймплей на нем намного интереснее благодаря скорости и незаметности вам предоставляются гораздо большие широкие тактические возможности в бою но из этого сами понимаете интрига и весь прикол игры понимаете напряжение когда у вас есть возможность просчитать продумать в общем-то доехать ну в общем дорогие друзья а еще хочу сказать и в контексте темы нашего обзора как перехитрить противника вот видите с таким подходом в общем-то получается сессия у нас 66 процентов побед 33 мы боя сегодня сыграли из них 22 победили то есть это в общем-то приносит определенные оплоды в общем очень надеюсь дорогие друзья что наш обзор будет вам полезен вот в общем такой бой такой обзор с вами был я камелод же хороших боев хороших союзников до до свидания друзья